Лучшее семейство подсистем конца 23-го, начало 24-го года. Вапоресса X-ROS-3. Вся семья в сборе. Не хватает здесь только прошки, но она выбивается из общего контекста, поэтому прошка будет отдельно. Итак, весь 23-й год ваш покорный слуга ходил и нахваливал язык-вспух девайсов от Вапоресса, а именно подсистемы модели X-ROS-3. Значит, почему это лучшее, что есть сегодня на рынке по соотношению цена-качество-вкус, я, наверное, объяснить не смогу. Проще всего взять и самим попробовать. Благо, стоят они недорого, даже с учетом повышения цены, а на барахолках их можно найти, ну, за вменяемый прайс, две тысячи, там, полторы тысячи, полторы тысячи. Вот. Это вполне себе объективная цена. Ну, до двух с половиной тысяч новый уже можно купить, так что welcome, как говорится. Что по девайсам? Да, если коротко, то различий у них, различия внешние у них, да, минимальные, два стика и квадратик. У мини-версии ничего нет, только порт зарядки, никаких регулировок. Самый простой походный вариант, если, ну, лень заморачиваться с чем-то, лень там подстраивать, выстраивать, вообще ничего не хочется делать. Самый оптимальный вариант. Соответственно, здесь меньше всего вариативности. Палка, да? Ну, он большеват, конечно, да? Ну, по дизайну, как говорится, не разбираем дизайн. У каждого свой вкус. Черная версия собирает отпечатки, за здорово живешь. Кнопка, фаер, регулировка затяжки и маленькая версия, опять же, точно такой же аккумулятор у всех, регулировка затяжки без кнопки. Все внешние отличия. Картриджи старой версии с крышечкой, новые на 3 мл, без крышечки с боковой зарядкой, не текут, не эти, не те, живут по месяцу примерно, даже в моем ритме. Что по внутренним, так скажем, отличиям? Я попробовал в том году всю линейку, первый раз на выставке, когда она презентовалась. И сразу же на выставке, хрос нано, я просто не мог от него отойти, парил и парил и парил на стенде его пареса, всех замучил, просил его мне продать, просил мне его отдать, только дайте мне его с собой, потому что оторваться было невозможно. И вот спустя время, потестив в спокойной домашней обстановке все три девайса, мы сейчас прошку не берем, я могу смело сказать, что при одинаковом абсолютно чипе, при одинаковой регулировке обдува, мини-версию мы не трогаем, хрос нано, три самые вкусные из линейки, один и тот же картридж, одна и та же жишка, одно и то же сопротивление, одинаково перекрытый, обдув там, допустим, полностью открытый, или на серединку, нано все равно вкусней, хоть ты тресни. Вот мне доказывают год, уже на протяжении года люди, что тут одинаковые картриджи, что одинаковая плата, что одинаковая емкость, аккумуляторы, ни хрена, вот ну ни хрена не работает. Я спрашивал, я писал в АПАРЭС, говорю, ребят, почему у вас три одинаковых девайса, нано все равно вкуснее? Они говорят, мы не знаем. Ну или не знаем, или не скажем. Ну что сделать? Нано вкусней. Берите нано, кто хочет себе подик, надежный, красивый, удобный, легкий, металлический, с висюлькой, с вся линейка картриджей подходит на каждый из них. Кому приятен дизайн квадрат, просто я знаю, и мне тоже он надоедает, и бывают люди, которым квадрат не нравится, просто сам форм-фактор. Если квадрат окей, берите квадрат. Если квадрат не окей, берете стик, опять же, прошку не трогаем, берете стик, мини-версию я бы не рассматривал, почему? Потому что широкая линейка картриджей, их там 5-7 штук, надо подстраивать обдув. То есть если мы берем фрукты, фрукты, холодок, выпечку, допустим, мы открываем, обдув побольше, больше сладости, больше вкуса, больше пара. Если мы берем табачку, например, МТЛ-ный, картридж какой-то 0,8, 1,2, допустим, то обдувчик перекрывать все-таки хочется. На мини-версии такой возможности нет. То есть тут сразу выбрал картридж, залил, и какой вкус он тебе дает, такой вкус ты и получаешь. То есть это также точно вкусно, но если сравнивать с этими двумя засранцами, то тут невкусно. Если сравнивать с остальными всеми, то тут вкусно. Вкуснее, чем везде. Просто вкуснее. Слаще, пара больше, насыщеннее, концентрирование, любой эпитет. Вкусно. Эти два вкуснее, чем он. Поняли, да? Смысл. Принцип. То есть это рассматриваем в самый последний вариант. По картриджам не течет автофокус. Ничего не течет. Минимальное количество конденсата. Очень удобное, в отличие от Привет Минникан. Тут обзор будет. Ссылочка. Привет, да? Минникан 4, который открыть нельзя. Элементарно. Все элементарно. Все просто. Новые картриджи. У них резиночка. Чуть-чуть на резиночке конденсата. Резиночка собирает. Но при этом ничего не течет. Протечек нет. Новые картриджи. Опять же, не всем они нравятся. Они потуже, чем старые. Старые посвободнее. Но новые больше. Кому-то не нравится ломать картриджи. Им нравится резиночка. Я счастливый обладатель. Нано-версии. Жена моя счастливый обладатель. Нано-версии. Куча друзей и знакомых. Счастливые обладатели. И таких. И таких. Можно собрать, написать отдельную книгу отзывов от людей, которые хвалят хросы. На мой взгляд, абсолютно субъективный. Лучше хроса нано. Сегодня на рынке нет ничего. Под фрукты, ягоды, выпечку, сладкие миксы. Где не нужна точная вкусопередача. В том плане, что если вы фанат табачки из какого-то особого сорта листа с добавлением табачный лист какой-то особый, с добавлением коры дуба и малазийского яблока, и вы это все должны чувствовать, каждую ноту, то хросы не про вас. Здесь сладкая каша. Ее много. Она вкусная. Ее хочется парить и парить и парить. Все. Если нужно расслоение под сложные какие-то миксы, то, конечно, хросы не для этого. Лучше всего для сложных вариативных миксов использовать либо обслугу, либо другие девайсы какие-то более специфические под это. Но для всего остального все. Взял и доволен. И кайфуешь. И проблем не знаешь. Не хватает тебе аккумулятора? Возьми два. Один на зарядке, второй паришь. Все. Переставил картридж. Один туда, один сюда. Все взаимозаменяемое. Ходишь, кайфуешь. Ноль проблем. Ноль проблем. За год использования мной лично, моими друзьями лично, ни у кого не было ни одной проблемы. Да, встречается такое мнение, что очень быстрая деградация аккумулятора, то есть покупаешь девайс, его хватает на день, там через месяц-два его хватает уже на полдня, там, ну и так далее. Я на нано-версии, я, main device, я этого не замечал. Вот. Но опять же, если люди говорят, значит, скорее всего, кто-то с этим сталкивался. Опять же, не вижу причины. Барахолка полторы тысячи слил, взял новый. Все. Стабильность. Вкус стабилен на протяжении месяца. То есть пока я не стал пользователем хроса, я был уверен, что испарители надо выкидывать раз в неделю. Вот раз в неделю я выкидывал картриджи, испарители, вкус уже пропадал. До месяца, до месяца новые картриджи на X-ROS спокойно отрабатывают. То есть если смена жижи не как у меня на обзорах, допустим, 5-6 смен за вечер жижи, или за день 5-6 смен разных совершенно. То есть сначала там табачка, кофе, тяжелые какие-то миксы, еще что-то, еще что-то, картридж спокойно держит. Все. Что еще сказать? Это лучшее, что есть на рынке на сегодняшний день. Я боюсь представить себе, что будет в X-ROS 4 семействе. Я очень ее жду. По про-версии, к про-версии X-ROS есть целый ряд вопросов. Мы это обсудим обязательно. Подписывайся, чтобы не пропустить. К этим малюткам нет. Не смею больше задерживать. Где купить эти и другие девайсы, я сказать не могу. Но в комментариях обычно добрые люди оставляют ссылочки. Подписывайся. Всем пока.